На сегодняшний день из 4,5 тысяч муниципальных лифтов свой срок эксплуатации более 25 лет уже отработали почти 40%. На сегодняшний день в срочной замене нуждаются 200 подъемников. Еще у 500 заканчиваются уже трижды продленные срок работы. В общей сложности их эксплуатировали более 34 лет. В Кировском районе накануне перестали работать сразу 20 подъемников. И такие случаи, рассказывают местные жители, не редкость. Вечером, в основном, когда с работы возвращаешься, то есть постоянно лифт отключен. Было такое, что и 3-4 дня лифт не работал. Допустим, когда в лифте едешь, то есть он гремит, стучит, то есть можно... Такое чувство, как будто вниз сейчас упадешь. Ну, конечно, он в другой раз дыр-дыр-дыр-дыр-чернут. Конечно, страшно то, что всякое может быть. Римма Есина – инвалид первой группы. После инсульта у неё парализовала почти всю правую часть тела. Сейчас женщине сложно даже до лифта дойти. А уж если он не работает, она вообще оказывается запертой на восьмом этаже. Выйду, воткну кнопку, не идёт. Потом постоишь, постоишь, потом опять включишь. Нет. Вроде дыр-дыр-дыр, и так не пойдёт. В компании «Самара-лифт», занимающейся обслуживанием подъёмных машин, объясняют. В Кировском районе сразу три управляющие компании почти полгода не платят за обслуживание лифтов. Общий долг на сегодняшний день более 12 миллионов рублей. В целом по городу эта сумма приближается к 50 миллионам рублей. При этом лифты выходят из строя каждый день. На сегодня вот при такой задолженности мы просто не можем ремонтировать. Мы их не останавливаем. Мы восстановить их не можем. Мы даже не можем сегодня приобрести, позвольте, заранее платы для тех лифтов, которые работают на электронике. И поэтому лифты просто-напросто, они встанутся, остановятся сами по себе. В Кировском районе лифтов, которые могут сломаться в любую секунду, 300. По технике безопасности, при малейшей неисправности, кабину необходимо сразу же отключать. В этом доме по адресу Победы 150 из-за вышедшей из строя связи с лифтёром так и сделали. Однако кто-то запустил машину самовольно. В результате мужчина-инвалид просидел в застрявшем лифте почти 4 часа. После этого его увезли на скорой. Нельзя шутить лифтами. Просто нельзя. Это очень опасно. Потому что ведь нельзя записывать четко повышенные опасности механизма. Там люди ездят. Не земля, не картошка, а люди. Меж тем в Самаре четвёртый год подряд действует городская целевая программа по поддержке лифтового хозяйства. По ней ежегодно выделяют порядка 50 миллионов рублей. Этих денег хватает максимум на замену 30 лифтов. В Самаре замена 30 лифтов, сами понимаете, для того города это нет ничто. Здесь надо менять как минимум по сотне лифтов в год. Мы над этим работаем. Мы в администрацию города вышли с предложением пересмотреть эту программу, увеличить финансирование, чтобы это более масштабно происходило. По оценкам экспертов, для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех самарских лифтов, необходимо ежегодно тратить на их обновление порядка 300 миллионов рублей.